Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря наше время, нашему девизу живых облак и мертвых разбиваем молнии, мы вам рассказываем о самых популярных предметах, людях в мире психиатрии, лекарствах в мире психиатрии. Сегодня мы вам будем рассказывать о самом популярном нейролептике. Как мы определяем самые популярные, то очень просто. Вводим самые популярные нейролептики в поисковую строку Яндекса и получаем ответ галлоперидол. Ну и мы не можем не рассказать об этом препарате. Действительно, этот препарат относится к золотым стандартам антипсихотической терапии, поскольку, в общем, был вторым по значимости, даже первым по значимости после аминозина. Им длительное время лечили психозы, и только им лечили психозы. Других сильных препаратов, столь же сильных препаратов не было, им предпочитали лечить психозы. Я еще помню это время. Надо вам сказать, что сегодня, если вы дослушаете нас до конца, мы научим вас использовать галлоперидол правильно. Мы научим вас использовать галлоперидол таким образом, чтобы он к вам повернулся хорошей стороной и не поворачивался плохой стороной, чтобы минимизировать побочные эффекты. Ну и вообще-то говоря, я думаю, что всем будет интересно знать, как этот препарат действует, почему он действует при шизофрении. Тем более, что препарат-то на самом деле очень и очень известный. Есть очень много на этот счет различных мемов. Галлоперидол потому и не кусают. Галлоперидол сумасшедшему. Галлоперидол и все норм. То есть все знают, что галлоперидол действительно очень и очень популярный препарат. Итак, давайте разбираться. Ну, в чем его популярность? Прежде всего, его популярность в том, что он относится к так называемому Д-нейролептику. Один из первых Д-нейролептику. Это наша классификация нейролептиков. Обратите, пожалуйста, внимание, она очень простая и очень легкая. Не надо запоминать, как действует препарат, да, что он является сильным антагонистом Д2-дофаминовых рецепторов. Это не нужно. Вы запоминаете только большую букву Д и стрелочку вниз. Это означает, что этот препарат сильно снижает активность дофаминовых нейронов. И галлоперидол являлся первым препаратом из этой группы. Вот все препараты, которые здесь перечислены, и респиридон, и флупентексолы, и полипиридон, и ланзапин, и флуфеназин, они все появились уже после галлоперидола. Был только галлоперидол. В чем же его механизм действия? Каким образом он сильно снижает активность дофаминовых нейронов? Действует он следующим образом. Он прикрепляется к рецептору. Вы видите справа на картинке. И этот рецептор перестает действовать. И это очень и очень важно. Потому что именно через Д2-дофаминовые рецепторы передается возбуждение между двумя дофаминовыми нейронами. Первый дофаминовый нейрон, вы видите его слева, и спускает дофамин, доходит он до второго дофаминового нейрона. Тот своими рецепторами, постсинаптическими Д2-дофаминовыми рецепторами улавливает этот дофамин. И возбуждение катится дальше. Что делает галлоперидол? Прикрепляется к рецептору, дофамину действовать не дает. Прекращается возбуждение. И, соответственно, дофаминовая активность резко падает. Почему это очень и очень важно? Вот обратите, пожалуйста, внимание, как работает наш головной мозг. Эту схему я взял у профессора Штефана Стали. Очень вам рекомендую. Итак, здесь на этой схеме показаны два участка головного мозга. Это кора, таламус, подкорка. В этой подкорке находится фильтр, который фильтрует различные импульсы, которые приходят туда, в таламус, вместе с глутаматными нейронами, которые являются возбуждающими. И дальше нам нужно определить, какие импульсы пойдут в кору головного мозга, а какие не пойдут. Кора очень хитрая. Она придумала механизм отрицательной обратной связи. Глутаматные нейроны в коре возбуждают тормозящие гаммк нейроны. Гаммк от слова гамма-аминомастная кислота. И те отсекают лишнюю глутаматную информацию. Кора работает хорошо головного мозга. Все нормально. Беда состоит в том, что дофаминовые нейроны, если они проявляют излишнюю активность, они могут отключить эту обратную связь. Гаммкергические нейроны не работают. И все глутаматные импульсы попадают в кору головного мозга. Из-за этого там начинается кавардак. Из-за этого там начинается то, что психиатры называют психотическими симптомами. Бред, галлюцинация, дезорганизация мышления. Да мало ли чего там происходит. Что делает галлоперидол? Он снимает активность дофаминовых нейронов. Помните, как я вам объяснил, как это происходит. Прикрепляется к Д2-дофаминовым рецепторам. Не дает подействовать на них нейронам. И, собственно говоря, все исчезает. У нас гаммкергические нейроны восстанавливают свою активность. Фильтр начинает работать. Лишний глутаматный импульс в кору не попадает. Все нормально. Психоз прошел. Надо вам сказать, что галлоперидол явился первым препаратом, на котором делали очень феноменальные эксперименты. Потому что впервые было визуализировано, как нейролептик работает. Причем это сделано было не в каком-либо таком, знаете, простом эксперименте. Вводят нейролептик и дальше просто смотрят, что там, когда и происходит. Нет. Это все сделано было в ходе так называемого двойного слепого контролируемого исследования. То есть, ни больные не знали, что им вводят. Ни врачи не знали, что вводится пациентам. И дальше больных смотрели, конечно, на их психическое состояние. Все больные страдали шизофренией. И вводили на так называемую позитронно-эмиссионную томографию. Мы много раз рассказывали об этом методе. Потому что очень часто обвиняют психиатров в том, что они ничего не знают про головной мозг. Что все их препараты это всякая ерунда. Что визуализировать они ничего не могут. На самом деле, все можно визуализировать. И эта визуализация началась именно с галлоперидола. И именно вот с этого радионуклидного томографического метода исследования внутренних органов. Метод основан на том, что регистрируются гамма-кванты. Которые возникают при аннигиляции позитронов с электронами. И возникают они при позитронном бета-распаде радионуклида. Извините меня за такую тяжелую физико-химию. Которые вводятся в организм. То есть, проще говоря, вводятся в организм радионуклид. То есть, радиоактивный препарат. И вот этот радиоактивный препарат, в данном случае лакоприд. Он связывается с Д2-дофаминными рецепторами головного мозга. И вызывает свечение. Потому что мы улавливаем это радионуклидное излучение. И вот это свечение, видите, какое яркое на левой картинке. Почему оно столь яркое? Потому что в голове никакого еще нейролептика нет. Но затем туда добавляется нейролептик. В данном случае это был галлопиридол. Который вытесняет вот это радиоактивное вещество. Из связи с Д2-дофаминными рецепторами. И свет начинает расползаться по всему головному мозгу. И когда он расползся весь. То это означает, что практически все рецепторы головного мозга. Они заняты галлопиридолом. И вот в ходе такого эксперимента определили. То есть смотрели больных клинически. Определяли, что с ними происходит. Оказалось, что если заблокировать 65% Д2-дофаминовых рецепторов. Причем обратите внимание, доза галлопиридола была 5 мг. Нас очень часто спрашивают, какая должна доза быть для оккупирования психоза. Итак, доза была 5 мг в сутки. И антипсихотический эффект был у 2-3 больных. Не у всех, подчеркиваю, но у 2-3. Самое интересное, что дальше были установлены зависимости. Между побочными эффектами галлопиридола они есть. Например, рост уровня пролактина. Пролактин это гормон, который отвечает у нас за многие функции в человеческом теле. В частности, он отвечает и за наши с вами либидо. Если пролактин высокий, то либидо низкое. Это и определяет снижение уровня либидо при приеме нейролептиков. В частности, галлопиридола. Для этого нужно заблокировать 72% Д2-дофаминовых рецепторов. Начинается рост уровня пролактина. Ну и затем галлопиридол добирается до негростриарной системы, который у нас занимается тонкими движениями, который занимается вообще двигательной активностью, и пациента сковывает. Но это надо заблокировать 78% Д2-дофаминовых рецепторов. Надо вам сказать, что последние исследования, которые проводятся в мире, эти исследования называются метаанализами. Чем хороши метаанализы? Метаанализы хороши тем, что они позволяют суммировать различные исследования, сделанные при помощи принципов доказательной медицины, так называемые рандомизированные контролируемые исследования. Один менеджер их называл рабочекрестьянскими исследованиями. Они действительно достаточно простые, и часто с этими простыми исследованиями очень трудно решить, насколько хорош препарат. Но вот если сделать метаанализ, то есть много этих исследований суммировать, и попытаться сравнить препараты между собой, а это возможно только в ходе таких метаанализов больших, то получаются довольно интересные результаты. Вот здесь сравнивалось 32 антипсихотика у больных шизофрении, которые перенесли несколько приступов. И где же место галопередома? Вы видите, что позитивные симптомы, симптомы бреда и галлюцинации, симптомы психоза, он лечит достаточно хорошо. Видите, он находится вверху таблицы. Да и вообще все симптомы тоже хорошо. Почему все симптомы хорошо? Потому что для психиатров очень важно, в принципе, конечно, лечение психоза. Потому что это острое явление в жизни больного, потому что больной попадает в психиатрический стационар, он опасен для себя, опасен для окружающих. Да что там говорить, при гипердофаминовых или позитивных симптомах, ничего не позитивного нет, бредовых психотических симптомах, происходит гибель нейронов головного мозга. И как можно быстрее купирование психоза, это очень и очень важно на самом деле и для врача, и для пациента. Здесь, вы видите, галлоперидол на хорошем счету, и мы знаем, что он на хорошем счету. Действительно, многолетняя, безупречная, с 58-го года опыт использования, говорит о том, что он хороший антипсихотический препарат. Но, с другой стороны, этот препарат часто вызывает то, о чем я говорил, скованность. Обратите внимание, при скованности в психиатрии назначают специальные корректоры. Много раз об этом говорили, чтобы эту скованность снять. Так вот, галлоперидол здесь внизу. В три раза чаще приходится назначать корректоры, чем при приеме плацебо. Ну и, конечно, он внизу по уровню пролактина. То есть, при его приеме повышается уровень пролактина приблизительно на 19 нанограмм на литр. Видите, он находится внизу, среди плохих препаратов. Поэтому здесь небольшой секрет от старого психиатра, что нужно делать, что у нас, вообще-то говоря, никто абсолютно не делает. Когда купируется психоз, то стараются действовать обычно зрелые психиатры малыми дозами галлоперидола. У нас абсолютно не так. У нас колят галлоперидол, пока больного не скует. И считают, что это очень хорошо, что это признак того, что на пациента подействовал препарат. На самом деле, вот если вы посмотрите на эту картинку, я вам просто скажу, выйду там такой секрет, что препарат галлоперидол, будучи единожды введен в организм, неважно, перорально или внутримышечно в виде инъекции, он блокирует Д2-дофаминовые рецепторы на сутки. Это было установлено именно вот в этом исследовании, которое я цитировал выше. Так что не имеет смысла, как у нас делают один укол, второй укол, третий укол. Все это обосновывается опасностью пациента, опасностью для себя, опасностью для окружающих. На самом деле, целесообразно действует следующим образом. Приблизительно известна доза, с помощью которой можно купировать психоз. Если не хватает седации, то есть успокоения, во всем мире добавляют инъекции транквилизатора. Но галлоперидол в большие дозы не назначают. Если вдруг возникают побочные эффекты, то, как правило, дозу пытаются несколько снизить. И тогда, вы видите, можно выйти из вот этой зоны неприятной, когда появляются побочные эффекты, но остаться в той зоне, когда есть эффект антипсихотический. Так что на самом деле, если уметь пользоваться галлоперидолом хорошо для купирования психоза, это будет вполне хороший, вполне безопасный препарат. Другое дело, если мы будем с вами думать о использовании этого препарата в качестве препарата для поддерживающей терапии, длительной, поддерживающей терапии, ну, как правило, это больные шизофрении. Вот обратите внимание, это большой метаанализ очередной, мы его несколько раз цитировали, 22,5 тысячи пациентов. Данные по огромному числу антипсихотиков были суммированы, причем включались как антипсихотики, которые назначаются перорально, то есть в виде таблеток, так и так называемые депо галлоперидола, то есть депо препаратов нейролептиков, прошу прощения, это когда делаются внутримышечные инъекции, в мышце действительно создается депо препарата, то есть он из этого депо постепенно выходит, не весь, а каждый день выходит определенная доза препарата, это сделано специально с замедления всасывания в кровь, для того, чтобы каждый день пациент мог получать определенную дозу, чтобы ему не нужно было глотать препараты, все вроде бы казалось хорошо, но вы видите, что галлоперидол не лучший препарат для поддерживающей терапии, причем пролонг, он вообще находится в самом низу, среди самых плохих препаратов, как читать надо эту диаграмму? По цвету, чем темнее цвет, тем более высокая достоверность того, что у пациента будет предотвращено новое обострение состояния, чем светлее, тем ниже препарат, тем хуже прогноз, тем скорее начнется ухудшение в состоянии. Почему такое? Почему галлоперидол хороший препарат для оккупирования психоза? Почему это плохой препарат для длительной поддержки терапии, особенно если его использовать в качестве галлоперидола депо? Обратите, пожалуйста, внимание, работают так называемые нервные клетки или нейроны. Нейроны на самом деле обладают высокой самостоятельностью, о чем многие люди запоминают, забывают, я всегда привожу в это в пример биохакеров, которые думают, что на нейроны они могут как-то легко подействовать. Не так-то нейроны податливы на воздействие со стороны. У них очень часто есть механизмы саморегуляции, и начинается некая драма. Смотрите, галлоперидол вводится в организм и блокирует, как мы уже говорили, постсинаптические D2 рецепторы, не дает прикрепляться дофамину, дофаминовая активность падает. И нейрон думает, господи, что же происходит? За что меня отключили? Я не хочу отключаться, я хочу жить. Почему нейрон так думает? Потому что отключенный нейрон, напрочь не работающий, не нужен головному мозгу. Он просто исключается из обмена. Ему просто не доставляются какие-то нужные вещества, и, соответственно, он просто гибнет. А нейрон не хочет гибнуть. Он так же, как и человек, он хочет жить. Ну и, конечно, у него других аргументов, кроме как послать галлоперидол, у него просто нет. И он начинает галлоперидол посылать. Как он посылает галлоперидол? Он начинает синтезировать новые рецепторы. И таким образом обходит блокаду. То есть, доза галлоперидола дается, предположим, нормальная. Но он синтезировал новые рецепторы. Те уловили дофамин. И возбуждение дальше проходит. Конечно, не столь сильное, но оно есть. И тогда нейрон может выжить. Он может сказать, смотрите, другим нейронам, я активен, я занимаюсь деятельностью, не надо меня уничтожать, не надо включать процессы уничтожения, и все было бы ничего, но дальше на это состояние смотрит врач. Ведь появилась опять дофаминовая активность. Это значит, может опять возобновиться психоз. То есть, опять может возобновиться бред и галлюцинация. Что тогда думает врач? Он не думает о том, что это следствие того, что назначен галлоперидол. Он думает о том, что, наверное, просто недостаточно доза и увеличивает дозу. И тогда наступает третья часть этой самой драмы. И нейрон опять выключен. Он опять думает, что же ему в этой ситуации делать. Нейрон может повторить. Он продолжает синтезировать новые рецепторы. Он продолжает увеличивать чувствительность этих самых рецепторов. И процесс повторяется до бесконечности увеличения дозы. Вот эта перестройка работы нейронов, она приводит к тому, что на самом деле длительная поддерживающая терапия галлоперидолом становится весьма-весьма трудной. Потому что постоянно идут обострения. И наблюдатель может сказать, галлоперидол на самом деле не действует. Тем более, если это галлоперидол в так называемой пролонгированной форме. То есть, это форма укола. Когда вы можете все-таки до некоторой степени увеличивать, снижать дозу галлоперидола перорально, это одна ситуация. Другое дело, когда у человека стабильно одна и та же доза, вот она одна и та же доза, она давит на эти самые нейроны. И эти самые нейроны очень легко обходятся. Потому что вы не можете, вы отпускаете больного, вы сделали ему инъекцию, отпустили его домой, вы уже не можете добавить никакую дозу, как это получается при галлоперидоле перорально. И, собственно говоря, легко нейрону обойти вот эту блокаду. Соответственно, риск обострения, он увеличивается. Вот почему галлоперидол не только в плане побочных эффектов, но и вообще в плане своих возможностей, он не очень хороший препарат для длительной поддерживающей терапии. Надо вам сказать, что галлоперидол по-прежнему остается в арсенале антипсихотиков. В психиатрии это мое исследование, оно есть в полнотекстовом доступе, вы можете порыться, найти это исследование, его прочитать. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, в этом исследовании я изучал больных с диагнозом шизофренией, которые наблюдаются в психоневрологических диспансерах Москвы и Чебоксар. Обратите, пожалуйста, внимание, один нейролептик или несколько, три комбинированной терапии, один монотерапия. Часто назначались два нейролептика, там об этом описано, но сейчас не об этом. Назначалось в среднем 10 миллиграммов галлоперидола. Помните, там 5 миллиграммов достаточно для оккупированных психоз. Здесь уже 10. Вот это и отражает процесс постепенного наращивания дозы галлоперидола, когда головной мозг с этим галлоперидолом пытается бороться. Ну, есть и еще одно очень неприятное, но очень неприятное свойство галлоперидола, что тоже мешает использовать его при длительном лечении. Ну, во всяком случае, это свойство портит мозг пациентов, которые длительное время принимают галлоперидол. Галлоперидол. Галлоперидол, еще раз хочу напомнить, мощный препарат, который снижает активность дофаминовых нейронов. Мы об этом уже говорили. А ведь шизофрения состоит не только из повышенной активности дофаминовых нейронов, она состоит не только из гипердофаминовых симптомов, то есть бред, галлюцинация, психоз, но он состоит еще из негативных симптомов, апатия, ангидомия, асоциальность. А эти симптомы являются гиподофаминовыми, они связаны с тем, что активность нейронов дофаминов, прежде всего, в коре головного мозга падает. И, конечно же, если мы будем длительное время назначать галлоперидол, как бы ни боролись эти нейроны за выживание, а им бороться гораздо труднее, потому что это так называемая новая кора, которая недавно возникла, и там с дофамином и без того возникает проблема, дофаминовая активность очень резко падает, и, соответственно, негативные симптомы усугубляются. Это тем более прискорбно, что галлоперидол относится к чаще всего назначающимся нейролептикам, это данные той же самой программы Анкоркси, данные, еще раз говорю, усерединенные по Москве и по Чебоксарам, примерно треть больных получает галлоперидол, самое главное, что они получают галлоперидол, как видите, постоянно в течение пяти лет. Итак, почему же это все происходит? Действительно хороший препарат для оккупирования психоза, в общем, не имеющий каких-либо положительных свойств при длительном лечении, который дает побочные эффекты, причем эти побочные эффекты, как правило, не учитываются, о них мало кто знает, и наоборот, идут вместо того, чтобы дозу снижать, по пути увеличения дозы. Ну, почему вот так происходит? Почему галлоперидол занимает такие позиции? Я думаю, вам будет понятно вот из этого заключительного слайда. Дело в том, что галлоперидол стоит копейки. То есть, это настолько известный, настолько разводимый всеми препарат, что стоимость галлоперидола копейки, и, конечно, он будет очень часто использоваться в практике, и, конечно, очень часто его считают самым популярным нейролептиком. Причем не только самым популярным нейролептиком в России, но, как вы видите из мета-анализа, он остается популярным нейролептиком и во многих других странах мира. Если его, конечно, использовать правильно, то не было бы никакой беды. Беда в том, что, конечно, еще раз повторю, это не препарат для длительной терапии, поддерживающей, при которой он, конечно, работает плохо и начинает работать против самого себя. Как всегда, в конце нашей лекции я вас очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комменты, становитесь спонсором нашего канала, хотите поблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!